Сегодня тема нашего вебинара «Эффективное совещание в форме вебинара». Тема достаточно интересная. Я только что начала над ней работать, и вы будете первыми зрителями, слушателями этой темы. Пожалуйста, пока я тут несколько слов говорю, кто не знаком со мной, может прочитать то, чем я занимаюсь, и, в общем-то, как-то познакомиться. А у меня сейчас будет к вам вопрос, и будет этот вопрос в форме опроса, поэтому в чате не спешите ставить ответы. Я вам открою форму для опроса. Тема эта интересна тем, что мы всегда знаем, что нужно проводить совещание или можно проводить совещание в форме вебинара. То есть это декларировано, и да, можно. Но каким образом это делать, об этом говорится очень мало. Пожалуйста, отвечайте на вопросы. Это все равно, что вы знаете, сказать больному человеку «не чихай». То есть он может сказать «не чихай», но прекратить, а чихать он не будет. Точно так же и вебинар «совещание», можно сказать «проводи совещание», но как это остается, в общем-то, тайно, и каждый набивает шишки самостоятельно. Я начала проводить, вернее, не я проводить совещание, а я помогаю сейчас проводить совещание в форме вебинара, и уже есть какие-то практические наработки, которыми можно спорно сказать, что поделиться, но во всяком случае уже есть какие-то наработки, что можно об этом говорить. Так, у нас ответили 4 человека, а присутствует у нас 7 человек, которые могут отвечать. То есть 3 человека у нас так. Значит, 5 человек у нас ответили. Ну, я еще минуточку, ну, не минуточку, несколько секунд жду, может быть, вы ответите. Иногда участвуют, и 3 человека участвуют в совещании. Хорошо, будем говорить, что у нас большинство присутствующих участвуют в совещаниях. Спасибо за ответ. Значит, то, что такое совещание, вы знаете. Ну, вообще, конечно, можно дать ему такое определение, что совещание – это объективная реальность, с которой нужно смириться. Насколько эффективно совещание, полезно совещание – об этом написано куча книг, и, в общем-то, как проводить совещание – тоже написано куча книг. Сейчас я еще один опрос сделаю и попрошу вас также ответить максимально честно и максимально активно. Проводите ли вы совещание в форме вебинара? Да, нет, планируем проводить. Или можете какой-то свой ответ добавить, если у вас, ну, какая-то есть своя мысль. Может быть, вы видеоконференции проводите, совещание в виде видеоконференции. Это, конечно, не вебинар, и подготовка там требуется другая, методика проведения другая. Но, тем не менее, такое может быть. То есть один человек у нас не проводит, один проводит, и есть свой ответ. Сейчас мы тоже посмотрим, что у нас. Один раз был такой опыт, пишет Юлиана. Два человека не проводят, а одни планируют. Вот, один проводит. Замечательно. Сейчас-то мы вас и будем допрашивать, кто у нас проводит совещание в форме вебинаров. Хорошо, спасибо за активность. У нас пять человек ответили из одиннадцати присутствующих. Ну, практически к ворум, да, то есть если считать, что я тот одиннадцатый человек. Спасибо. Очень приятно, что у нас уже есть те, кто проводит вебинары. Вот, пожалуйста, кто ответил, что проводит совещание в форме вебинаров, с какими трудностями вы столкнулись? Были ли какие-то трудности в процессе подготовки и проведения этого совещания? Но если я вас не затружу, не трудно будет ответить, то нам будет, конечно, это очень интересно. А мы тем временем посмотрим на следующий слайд, он достаточно нагруженный. Это стандартное определение, что такое совещание. Конечно, вы все это знаете, но для того, чтобы нам перейти к теме совещаний в форме вебинара, то мы немного освежим в памяти, что же такое совещание. Это собрание, это может быть какой-то совет, да, какой-то там, опять же, совет коллектива, да. Это может быть коллеги, это может быть заседание, это может быть истинное именно совещание. То есть как бы мы ни называли это мероприятие, это встреча людей, которые совместно обсуждают вопросы, связанные с деятельностью компании, либо какой-либо организации, не обязательно коммерческая структура. Я вижу, что у нас ответа по поводу сложностей, связанных с проведением совещаний в форме вебинара нет. И сегодня мы может быть с вами вместе в процессе вебинара и найдем те вопросы, которые могут возникнуть при подготовке проведения совещаний в форме вебинара. Но еще раз повторим к тому, что такое совещание и какие у нас бывают типы совещаний. То есть для чего они проводятся? Для решения какой-либо проблемы. То есть есть проблема, собираются, обсуждают и вносят какое-то решение по этой проблеме. Принятие каких-то решений. Это не обязательно проблемная может быть ситуация, но нужно принимать решения для каких-то развитий или чего-то. Это может быть отчет о проделанной работе или по каким-то там иным мероприятиям, в любом случае проделанной работе. И может быть обмен мнениями по какой-либо ситуации и обратной связи. Ну это основные типы совещаний. Конечно здесь опять же скажу, что нет никаких канонов, что это именно так. Вариантов может быть много. Вообще тема совещаний она настолько обширна, что если взять допустим подготовка совещаний, книга, проведение совещаний, книга, соблюдение регламента, книга, проверка там итогов выполнения совещаний, книга, анализ итогов совещаний, или анализ проведения совещаний, книга. То есть это тучи книг и в полное собрание сочинений Лев Толстой просто отдыхает по количеству этих тем. Книг по этой теме, вообще материалов по этой теме. Но тем не менее это очень актуально и у меня есть свое мнение, почему совещание такая актуальная тема. Наверное это связано все-таки с особенностями человека, его психики, его какой-то вот свойств человека. Что люди как правило слышат только себя и уметь договариваться им достаточно сложно. Вы это знаете по бытовым вопросам, точно так же конечно и в каких-то вот рабочих моментах этот вопрос тоже очень болезненный. Совещания не всегда люди слушают других, а каждый там что-то пытается либо доказать, либо рассказать. Кто-то может быть наоборот в уголке отсидеться и выработать общее решение достаточно сложно. И кто посещает часто совещания, я думаю, что утомляется очень сильно от этих совещаний. Редко совещания бывают конструктивными. Но с этим надо смириться и стремиться все-таки к совершенству. Этапы совещаний тоже вам всем знакомы. Это организация, подготовка, проведение, завершение, контроль и анализ. Я говорю в принципе о совещании для того, чтобы нам с вами перейти к моменту подготовки совещаний, вообще организация совещаний в форме вебинара. Будем говорить сегодня об эффективности совещаний как такового, потому что это не наша тема. А мы сегодня будем говорить именно о как эффективно провести совещания в форме вебинара. Потому что это сложный тоже момент, сложная форма проведения вебинара и совещания. И требует несколько иной подготовки и других каких-то моментов, которые нужно включить. Также я хочу оговориться, что я сегодня очень долго вас занимать не буду. У нас будет в основном мой монолог и несколько ваших реприк, может быть, по теме вебинара. Так что даже думаю, что час мы с вами не просидим на вебинаре. Ну, 30 минут будем на вебинаре. Итак, из каких этапов состоит подготовка в вебинар совещаний? Нужно обязательно создать мероприятие. Какой бы площадкой вы ни пользовались, но желательно, чтобы все-таки пользовались профессиональной площадкой, где нужно создавать мероприятие. И за это, конечно, должен отвечать специальный человек. Назовем, давайте его менеджер, может быть, по вебинарам или модератор. По-разному можно назвать. Но я все-таки предпочитаю называть, что это менеджер по вебинарам. И, наверное, в каждой компании скоро должен появиться такой человек, потому что я знаю, что есть запрос на рынке труда на эти должности. И, пользуясь случаем, скажу, что у меня такой курс подготовлен, менеджер по вебинарам, и скоро, наверное, я его пущу в народ. Значит, нужно создать мероприятие в самой системе, то есть в софте для проведения вебинаров, и внести в список участников. Ну, если в компании постоянно ведутся уже совещания какие-то или вообще мероприятия в форме вебинаров, то, наверное, этот список участников у вас уже в самой системе должен быть. Но в зависимости от того, какой уровень совещания, состав участников может меняться. Поэтому, когда у вас уже на предварительном этапе... Ну, уже есть список... На предварительном этапе вам дали список тех людей, то есть руководство дало список тех людей, которые будут присутствовать на вебинаре, то вы вносите список в это конкретное мероприятие тех людей, которые в этом списке у вас числятся. И также рассылайте приглашения и документы, то есть повестку дня и какие-то, может быть, предварительные документы для ознакомления по этому совещанию. И также указание каждому из участников вебинара, кто по какому вопросу должен отчитаться и какие документы предоставить для проведения вебинара. Вот тут Юлиана пишет в чате, что при проведении совещаний в форме вебинара возникает сложность в организации дискуссии. Да, сложность в организации дискуссии есть, но в этом, может быть, есть и своя прелесть. Я думаю, чуть-чуть позже мы об этом поговорим, в чем есть прелесть и как эту сложность нам избежать. Вот вопрос дискуссии. И на этом предварительная подготовка нашего вебинара заканчивается. После того, как там, в какой-то период, где вы определяете, в какой период должны быть подготовлены слайды, текстовые файлы для проведения вебинара, ну, совещаний в форме вебинара, вы собираете эти доклады, ну, эти слайды, эти текстовые файлы и загружаете их в программу. Вот по поводу загружать в программу здесь тоже хочется оговориться. Предварительно, когда вы даете указание людям подготовить слайды, текстовые документы, ну, возможно, есть вообще регламент в компании, как называть или иной документ, то есть как он должен обозначаться. Я могу по практике по своей сказать, что когда я рассылаю какие-то анкеты участников своих вебинаров, да, курсов, на которых люди обучаются, то я всегда прошу присылать, допустим, анкета обратную, то есть я рассылаю просто анкету, да, и в ответ прошу, пришлите мне анкету, подписанную таким образом, анкета там Иванова, анкета там, ну, давайте там, Мясникова, да, в ответ же, знаете, какие мне присылают очень часто анкеты? Моя анкета. Кто-то пишет латиницей, кто-то пишет кириллицей. То есть получается, получая документ, я должна посмотреть, от кого пришел документ, и этот документ переименовать, чтобы сохранить и видеть, где чья анкета. Если я сохраню все, как Моя анкета 1, Моя анкета 2, ну, это, вы знаете, смешно просто, как минимум смешно, а вообще-то это очень усложняет нашу работу. Поэтому, если, сколько ни говори, конечно, как нужно называть документ, все равно люди как-то пишут по-своему, как им привычно. Поэтому, когда загружаете в программу документы, то вы сами должны их назвать так, чтобы это было понятно. Я думаю, что в данном случае нужно еще и тот, кто прислал документы с другим наименованием, уведомить об этом, потому что этот человек, когда будет проходить совещание, он будет работать со своими документами и не всегда может разобраться, где его документ. Хотя, как мы сейчас с вами будем говорить, что ему разбираться, в общем-то, совсем и не нужно, потому что основные такие вот вопросы внутренние админские будет решать менеджер по вебинарам. И еще очень важный момент проверить техническую готовность каждого участника. Можно это сделать заранее, если этот участник участвует впервые, и особенно, если какие-то дальние расстояния, даже не обязательно дальние расстояния, но вы не знаете, как у него работает интернет, есть ли у него все доступы к возможным подключениям, потому что я должна сказать, что во многих компаниях закрыты некие порты, некоторые порты, которые блокируют видео, еще какие-то ресурсы, и не всегда можно выйти на вебинар, особенно с видео, если эти порты закрыты. На этот вопрос тоже будет решать тому же тому человеку, который находится в той или иной организации. И у меня была такая ситуация в одной компании, которая проводила вебинар из офиса. Просто они сняли офис в бизнес-центре, и оказалось, что в бизнес-центре, не знаю, по какому там принципу, может быть, бизнес-центр специализировался в основном на одной компании, или этот человек снял маленький офис и интернет-провайдер там работал на какую-то большую компанию, его подсадили только к ним, у них был закрыт порт, и он заранее не проверил, и был сорван вебинар. То есть для него это был нонсенс и удивительность. И, ну, удивительно. Поэтому обязательно нужно заранее проверить все это, проверить, насколько человеку хорошо слышно, как у него работает камера, достаточно ли у него интернета, чтобы заранее все это было готово. Ну, я не говорю, что это делать за месяц, а мы за какое-то разумное время, чтобы можно было все эти неповадки устранить, это сделать нужно обязательно. И следующий этап у нас проведен, вот этот вебинар-совещание, это непосредственно проведение. А вот проведение здесь как раз мы сейчас с Юлианой будем этот вопрос решать. Почему? Потому что, как говорится, сложно организовать дискуссию. Да, потому что проведение вебинара это уже обсуждение темы, вопросов, которые поставлены на совещание. И нужно выработать какое-то решение. Здесь хочется мне еще вам отметить, что обязательно за 15 минут нужно рассылать напоминания о вебинаре. Вообще, вот, недавно у меня была на эту тему, для себя в каком плане. Я проводила сама вебинар в одной компании, да. и открытые вебинары в этой компании педагоги, сообщество педагогов определенно направлено. И мне пришла ссылка об участии в вебинаре за сутки. Или с момента, как я зарегистрировалась. В общем, вот такая вот какая-то вещь была. Я зарегистрировалась как участник, чтобы проверить вообще, как идут рассылки. И я удалила эту ссылку, зная, что, как правило, через, там, за час и за 15 минут идет напоминание о вебинаре. Мне так ни разу и не напомнило о том, что будет вебинар. Я сказала, что, вы знаете, обязательно нужно делать такие напоминания. Несмотря на то, что, конечно, на открытый вебинар это обязательно нужно делать. А даже если у вас такой вебинар в форме совещания в внутренней компании, то, вы знаете, я сколько раз думаю, за час, например, до начала вебинара, я думаю, так, нужно на вебинар сходить. Нужно на вебинар сходить. У меня еще целая час до вебинара. И все. Вот знаете, к моменту начала вебинара у тебя просто из памяти это все стирается. Поэтому вот эти напоминания за 15-е это очень хороший момент. Точно так же на работе. Знаю, что совещание, совещание, совещание. Бац! И вот именно за 15 минут ты забываешь и можешь опоздать на совещание. Значит, ну это я очень долго говорю про напоминание. Это же не такой важный момент, чтобы о нем много говорить, но тем не менее. И соблюдать регламент во время проведения совещания. Вот как раз регламент это и есть тот спасательный круг, скажем так, который помогает организовать дискуссии. Как обычно строится совещание? есть докладчики, которые указаны, что они будут докладывать о том, что там у них сделано или что они планируют сделать и какое-то есть мнение. Конечно, это может быть руководитель отделов, руководители направлений, то есть в зависимости от того, чему посвящено данное совещание. И как это обычно бывает на совещании? Вот здесь начинается порой базар. С одной стороны, вроде в споре рождается истина, с другой стороны, каждый хочет высказать свое мнение и при этом перебивает других. Вот скажите, вот то, что я сейчас рисую картину, она соответствует действительности или нет? То есть мне приходилось бывать на совещаниях, я не могу сказать, что мне много в моей жизни приходилось бывать на совещаниях, как я старалась, честно скажу, увильнуть. Открыли моменты, когда мне увильнуть нельзя, где я должна именно выступить, высказать свою точку зрения, то есть от меня зависело решение каких-то вопросов. Вот Анастасия самой соглашает, что действительно это так. И это идет в общем от личности человека, потому что уметь слушать у нас меньшее количество людей умеет, чем те, которые хотят высказать свое мнение. И даже больше скажу, что все-таки на совещаниях, как правило, присутствуют те люди, которые способны принимать решения, которые все-таки лидеры в своих микроколлективах. Поэтому это люди, которые высказывают свое мнение. Вот Валерий пишет «Базар на совещании, на котором плохой спикер». Ну, вы знаете, конечно, с вами трудно не согласиться, но почему-то именно после вашей реплики мне вспомнили совещание, заседание нашей Государственной Думы. И какие там бывают мордовицы, и как там бывает горячо. хотя вроде считается, что там спикеры уже вообще профессионалы, которых тоже учат. Естественно, руководить совещанием это большое тоже искусство. На этом тоже написано очень много книг. Так вот, руководить совещанием у нас, конечно, ведет совещание у нас руководитель, да, а управляет процессом проведения совещаний в форме вебинара то, что я говорю менеджер по вебинарам или модератор данного вебинара. Но лучше все-таки, если это делает именно менеджер, человек, который отвечает за все это, и он очень хорошо знает и умеет ориентироваться во всех кнопочках, во всех нюансах вебинарной комнаты. Я тоже полагаю, что совещания и заседания парламента это разные мероприятия, но у них здесь все-таки одно общее, нужно выработать решение. Так вот, вот что делает у нас модератор, менеджер по вебинарам, он как раз и управляет этой дискуссией. Мне кажется, что вот в результате того, что нельзя устроить такую дискуссию с перебиваниями, гораздо эффективнее может быть вебинар. Вот у меня родилась такая мысль, и если честно, вот при практике мы проводили два вот таких вебинара совещания, показалось, что это действительно работает, потому что, во-первых, человеку не сразу дают право голоса, и он может осознать то, что он хочет сказать, он перетепел, да, со своей репликой. И второе, когда очень четко следит за регламентом ведущий это мероприятие, модератор, я имею в виду, то тогда каждый вот очень четко высказывает свою позицию. Во всяком случае, такое у нас наблюдалось, с первым была каша вебинаром, а со вторым уже вот это наблюдалось. То есть смотрите, здесь я не написала на слайдах, у нас сначала выступают те, кто должен выступить, потом идет обсуждение, и обсуждение тоже идет, поднятие там ручки, поднимается ручка, человек хочет выступить, сказать свое мнение, модератор дает ему право голоса, то есть модератор прикрывает скажем, возможность самопроизвольного выхода в эфир, потому что тогда действительно получается базар. Человек выступил, прикрыли, выступил, прикрыли. Да, конечно, вы знаете, не всегда нужно так поступать, но на первом этапе, когда люди еще не привыкли вот к такому формату, вот такие жесткие меры, они способствуют тому, что более структурно и более четко проходит это совещание. И что должен знать модератор для того, чтобы совершать такие действия? Он должен хорошо знать повестку дня. Вот. Он должен следить за регламентом. Вот если сказано, допустим, что вот вы можете выступать столько-то, и человек должен выступать и укладываться в этот регламент и ему там сигнализировать, что вы знаете, вам пора закругляться, потому что очень многие действительно любят поговорить, особенно если это тема, знаете, вот даже скажем так, что очень многие любят на совещании поговорить из серии, что если я много эмоционально и красиво говорю, значит я хороший работник, скажем. Просто показать себя перед руководством. Такое тоже бывает. Поэтому нужно осаживать таких у нас говорунов и заранее, конечно, они должны знать регламент, кому сколько можно выступать. Это тоже заранее оговаривается, потому что по одному вопросу может быть две минуты нужно выступать, а по одному нужно выступить десять минут. И заранее тоже модератор это все оговаривает и определяет, он уже следит по заявленной теме, кто сколько будет говорить, и все это тоже знают, кому сколько можно говорить. И вот то, что я говорю, регулировать взаимодействие участников. Кто хочет выступить, в конце концов, даже есть у нас такой, скажем, чат, закрытый чат, в котором можно написать, что я там прошу слово по такому-то вопросу, и как-то отрабатываются эти моменты, сразу, конечно, все не получится. И здесь нужно модератору быть таким, ну, может, даже два модератора нужно иногда, один за технической стороной, а другой именно за соблюдением всех этих рекламин, потому что может там как кто-то вылетел помочь, вот такие вот вещи. И модератор, менеджер по вебинарам должен записать этот вебинар, и вот по поводу записи чуть позже я буду говорить, что делать с этой записью, и вы мне подскажете, какие у вас есть мнения на этот счет, потому что запись это тоже определенный момент. И в завершении вебинара или вебинар совещания это принятие решений. Принятие решений может быть в нескольких формах, это опять же можно высказаться, дать высказаться там каждому по одной минутке, где каждый скажет свое мнение, и про голосовое мнение, которое может быть даже в чате тут же писать по озвучиванию. В чате можно писать эти пункты или в чате можно самому написать участнику совещания, не обязательно ему давать право голоса. Можно то решение, которое предлагает участник совещания написать в чате и визуально это будет хорошо видно и потом принять решение. Здесь опять же модератор может сделать опрос, то есть пока там в чате пишут, можно создать вариант опроса проголосовать, может быть это по-другому сделать, просто озвучить вопрос и поставить на голосование и на бумажке записать, законспектировать этот момент, потому что еще есть конечно секретарь совещания, мы будем говорить, что там и модератор, и секретарь, и второй модератор, здесь все зависит от того, насколько большая компания, сколько человек участвует и как это роли распределить. И вот это является основным, скажем так, вот то, что оформление протокола, рассылка протокола, включая утверждение, у меня написано серым, таким, чуть-чуть слабее, это естественно в самом вебинаре сделать нельзя, но к завершении вебинара, ой, завершении совещания эти вот пункты конечно относятся. И по окончании вебинара нужно, может быть в тот же день, может быть на следующий день, разозлать участникам этого вебинара совещания запись вебинара и естественно протокол с резолюцией. Вот что касается записи вебинара, я поставила восклицательный знак. Здесь я не знаю однозначного мнения у меня нет, это зависит опять от политики компании. С одной стороны, конечно, запись совещаний нужно хранить. Очень часто я знаю, что совещания вообще записываются на камеру, потому что это можно проанализировать потом, сделать какие-то выводы, аналитические отделы этой компании может делать выводы, потому что любое совещание подлежит еще анализу, там анализируются какие-то цифры, анализируются все же самые высказывания, которые, может быть, не лик сразу в голову, может быть, что-то можно там найти такое, что прослушали, но это будет каким-то важным моментом. То есть анализировать совещание, оно только тогда будет завершенным, когда оно будет проанализировано. Но вот что касается записи совещания всем участникам, стоит ли рассылать, может быть, в некоторых компаниях все-таки совещания, они закрытые совещания, и эта запись может быть кому-то доступна, кому не нужно знать, что происходило на совещании, какие вопросы обсуждались. Поэтому рассылать запись совещания или нет участникам вебинара нужно определять политикой компании и политикой, скажем так, может быть, не политикой, а составом тех участников, которые присутствовали у вас на этом совещании. Может быть, кому-то это стоит отослать запись, я имею в виду, а кому-то этого делать не стоит. То есть вот с этим вопросом нужно решать, но запись нужно делать обязательно. Ну а протокол, естественно, это не секрет, он развивается всем участникам и является документом для исполнения. Конечно, итогом совещания является уже не вебинар совещания, а вообще является вопрос контроля за исполнением решений. Это уже другая тема, это в принципе тема вообще совещания и их эффективность. Мы с вами опять же повторюсь, говорим о том, как сделать эффективным совещание в форме вебинара, так, чтобы у нас все могли высказаться, чтобы у нас соблюден регламент, чтобы это совещание не превратилось, знаете, в ау-ку-ку, так это бывает иногда на вебинарах, как-то там, ты меня слышишь, вы включились, включайтесь, да, камера работает, не работает, каждый начинает и получается вдруг какофония, потому что все прекрасно знают, но не соблюдают это, что после того, как в диалог вступает два человека из вебинарной площадки, нужно сначала произнести, сделать какую-то паузу, зная, что до собеседника, до слушателей доходит еще информация и после того, как он ее произнес, тоже какая-то там есть несколько секунд или доли секунд, в зависимости от скорости интернета, чтобы услышать то, что говорит твой собеседник. Поэтому вот такие вот моменты тоже нужно знать и заранее всех участников предупреждать, особенно когда люди эмоционально возбуждены и хочутся действительно высказаться, вот такие моменты могут быть. И все это отрабатывается только опытом. Когда люди проводят одно, два, три, пять совещаний и постоянно одно и то же количество людей присутствует, одни и те же люди, вернее, присутствуют, то уже нарабатывается этот опыт. Ну и звук запаздывает всегда. Это обязательное явление. Такого не бывает, чтобы звук не запаздывал. Я это даже замечала, ну так анализировала по некоторым моментам, которые даже видны по записи видео и по звукозаписи, когда там совмещаешь, бывают такие моменты. Значит, во всяком случае, то, что я произношу сейчас, вы слышите через несколько секунд или через доли секунды. В каких случаях стоит проводить вебинар совещания? Вот здесь у нас уже такой развернутый ответ, я не буду форму вам давать, в чате напишите, вот в каких случаях стоит проводить вебинар, совещание вебинара. Напишите, пожалуйста, в чате ваше мнение. Если вы даже не проводите и, может быть, и не собираетесь проводить, у вас нет таких потребностей, ну, вот как вы думаете, в каких случаях это нужно делать? Вот видите, я сейчас произношу, а в чате еще вот только появилось. Регионально удаленный участник, пишет Валерий. Вот видите, у нас какой хороший интернет, очень быстро побежал. Когда есть удаленные офисы, пишет Анастасия еще. Когда есть участник регионального удаленные, Виктория пишет. То есть у вас у всех мнений совпало. Но удаленность, ну, в принципе, у меня такие же варианты ответов, может быть, они даже немного расширены. Когда есть действительно разветвленная филиальная сеть. Ну, когда вы пишете удаленные участники регионально или вот удаленные офисы, Анастасия говорит, это вот близкие такие понятия, потому что действительно филиальная сеть, она может быть как внутри одного города, ну, давайте возьмем Москву. Предположим, один офис на севере, там, за МКАДом, да, а другой офис на юге за МКАДом. И если даже совещание будет утром, там, 9-30 утра, то сотрудник должен приехать сначала, ну, предположим, на север, посовещаться там, потом, естественно, он должен там пообедать, покурить, пообщаться и поехать к себе на юг. И так каждую неделю, ну, если это планерки, регулярные, то, естественно, даже внутри одного города это нецелесообразно. А уж тем более, если это находится в удаленном, ну, в смысле, разных городах. Я сейчас отвечу на этот вопрос. Второе. Частые командировки участников совещания. Бывает так, что, вот, знаю, например, компании, где директор по маркетингу, ну, можно сказать, что живет в самолете, да, он тоже вот компанией, которая занимается системой разработки, системой дистанционного обучения. И он постоянно, то он в одном конце страны, то он в другом конце страны, а на совещании к нему присутствовать нужно. То есть, и вот если часто такие командировки, то можно проводить совещания в форме вебинара. Так, еще пишет Валерий, когда нужно сократить время на совещании в связи с производственными потерями? Пока подойдут, пока поговорят. Да, совершенно верно. Виктория подсказывает, совещания проводятся быстрее в виде вебинара, чем очень, так как не тратят время на болтовню. Вот, это вы мое мнение тоже высказываете. Вот я тоже пришла к такому выводу. Из-за того, что нет возможности друг друга перебить, друг друга там поговорить как-то на облеченные темы, когда тут же, знаете, вступают в дискуссию, уходят, как это, вот помните, на том совещании, а вот я был там в командировке, а вот там вот сказали вот то-то, а вот у нас сейчас что-то, то-то. То есть, больше говорят по существу. Вот именно нету болтовых. Дальше. Мы сейчас с вами подходим к тому моменту, когда уже очень много сотрудников работают. Ну, во всяком случае, есть компания, у которой сотрудники начинают работать удаленно. И это тоже связано очень часто с разработкой каких-то айтишных проектов. Бывает компания, допустим, которые разрабатывают, ну, допустим, я могу привести конкретный пример, делают сайты, да, и у нас есть там дизайнер, у нас там есть контент-менеджер, и т.д. Кто вообще полностью сайт под ключ, крупные такие сайты. И можно вот такие совещания при удаленной работе проводить с помощью вебинаров. Юрки, Валерий подсказывает, когда нет желания видеть сотрудника по лицу. Ну, в общем-то, да, хорошее такое замечание. Ну, наверное, да, это можно как рабочий момент принять. И когда вот кто-то говорил, что такие быстренькие совещания, провести экспресс-совещание, это может быть планерка, да, по какому-то вот экспресс-вопросу. Быстренько рассылается информация, люди уже приучены, но это при условии, если они приучены к вебинарам, и у них вот это уже все налажено, все вот эти коммуникации вебинарные, что они могут легко войти в вебинар. Вот такие вот экспресс-совещания. Во всяком случае, я могу сказать, что эта форма проведения совещаний, вообще удаленная, вот такая интернет-работа, она все больше и больше развивается. И надо стремиться, знаете, вот перейти этот барьер и провести совещание хотя бы в плане теста, да, сделать выводы и еще раз провести это совещание. И может быть понравится, распробовать вот этот вот формат. потому что вот я вспоминаю те времена и то время, когда мне приходилось бывать часто на совещаниях каждую неделю. Я могу сказать, что ты сначала готовишься к совещанию и ну я не скажу, что это бестолково проведенное время, но тем не менее, ты готовишься, чтобы это доложить. Все-таки в голове тоже что-то структурируется. Но вот само совещание, оно длится два, три, четыре часа. И такая теплая компашка то для того, что, знаете, чай начинает пить на совещании, потому что хочется уже там что-то глотнуть, да, а потом начинается обед, а потом ты уже измочален, и у тебя вообще в голове пустота, и ты целый день у тебя вообще идет ну практически на смарку. То есть это могут быть действительно более сжатые, более эффективные совещания. В общем, вот у меня сейчас на ум пришел кадр из фильма, как были селекторные совещания, там какие-то 70-е, 80-е годы. Москва слезам не верит, вот уже в какой-то во второй серии, не помню, там 2-х серии, когда главная героиня проводила селекторное совещание, быстренько так сидит у себя в кабинете, там что у нас в этом цехе, что в этом цехе, начальник цехов отчитывается. Ну это будем говорить, наверное, скорее для такой аналитической ее рабочего контроля того, что происходит. Но сам факт, что если бы она, представляете, вызвала всех начальников цехов, и каждый бы начальник цеха сидела и отчитывался. По сути дела, вебинары это следующий этап вот тех селекторных совещаний, которые были в те уже далекие времена. Поэтому нужно это пробовать, и я думаю, что это более эффективные будут совещания, чем те, которые проходят у нас срочно. Тем более, что у нас как и филиалов становится больше, то есть разветвленные территориально распросы офисы и компании, по разным городам, и в командировке часто сейчас есть. То есть у них становится более мобильный, нужно принимать вот эти мобильные моменты, мобильные, скажем так, возможности. Был вопрос, скайп хуже, но вы знаете, ну я не могу сказать, хуже или лучше. Я воспринимаю скайп вообще как форму общения такой вот, все-таки больше на бытовом уровне. Конечно, можно и по скайпу. И также обмениваться документами по скайпу. Ну смотрите, по скайпу ты не можешь разослать, вот в этих случаях, не рассылала, можно ли разослать документы всем, да, участникам семинара. Для того, чтобы показать слайды, опять же, ты должен подключаться к рабочему столу, на рабочем столе, демонстрировать рабочую столу. Мне кажется, что если, конечно, 2-3 человека, можно и по скайпу. Если это все-таки серьезная компания, а софт вебинарный стоит, ну давайте скажем честно, копейки стоит, да, и просто эффективнее, потому что слайды подключает и документы, тоже, допустим, идет докладчик, да, допустим, выступает Петров, и слайды не он устанавливает, они уже загружены, слайды модератор показывает, он их только крутит, эти слайды. К тому же, допустим, Петров говорит, вы можете теперь скачать вот результат там или моей работы, да, который вот на совещании вы должны ознакомиться. И могут скачать, опять же, дать доступ для скачивания, модератор дает тут же доступ для скачивания конкретно этого документа, чтобы не было, что с кучей скачали все документы, и куда они там потом с ними деваются. По ходу разговора, дается доступ к тем документам, которые нужны именно в ходе выступления данного спикера. Поэтому это просто эффективнее и целесообразнее делать, ну, более, скажем, слаженная работа получается. Ну, в принципе, вот на этом, наверное, я и хотела закончить сегодня свое выступление. Вот Виктория здесь пишет, со скайпа могут быть проблемы с подключением в регионах, участники могут практически выпадать из мероприятия. Но выпадать из мероприятия могут не только, конечно, по скайпу, но скайп, мне кажется, он еще настолько хитро устроен, что когда начинаешь долго говорить по скайпу, то у тебя начинается зависание, действительно, выпадание. Мне кажется, там стоят какие-то таймеры, чтобы ты особо не разговаривал. так, Юлиана пишет, спасибо, согласна, важно было ваше мнение. Спасибо, Юлиана, вам за активную участие, вообще, спасибо всем участникам за активную участие. У меня к вам будет очень большая просьба. Значит, я сейчас дам свои контакты в заключении, и мне бы хотелось услышать письменно, может быть, вы напишите какой-то свой опыт, какое-то свое мнение, выскажите по поводу вебинаров. в форме совещания, совещания, вернее, в форме вебинаров, потому что я готовлю следующую статью в журналу Webinarring Pro, вот сейчас у нас вчера, буквально или позавчера опубликован седьмой номер журнала, я приглашаю быть вас и авторами, и читателями этого журнала, там есть статья, которая сейчас очень активно у нас развивается, и я благодарна этой компании за предоставленную возможность, во-первых, проводить на вашей площадке, то есть под эгидой, скажем так, под именем компании «Аэрополис», и за то, что есть возможность приобщать слушателей к проведению вебинаров на высоком, скажем, уровне, в плане софта, в плане возможностей, которые дают слушателям вот эту вот площадку и ведущим. Вопрос, лучше проводить совещание, когда ведущий пользуется веб-камерой или достаточно фото? Вы знаете, вот фото, я считаю, что лучше либо уж вообще без видео, либо видео, потому что фото вот меня лично отвлекает и раздражает. И это не только мое мнение, потому что идут слайды, слайды мелькают, а фото вот какое-то одно там либо деловое, либо неделовое фото. Я вообще считаю, что вот фото это не нужно. Вот какой интерес вообще смотреть на статичные фото? Лучше пусть вообще не будет видео, только слайды, Тогда человек смотрит на движущиеся слайды, либо уже смотрит на видео, иногда бросает глаза именно на видео, потому что, ну, как все-таки живой человек, это более живое мероприятие. Так, Анастасия, вам спасибо. Спасибо вам, друзья. Я хочу еще показать вам слайд нашей компании Мирополис. И кто еще не воспользовался возможностью, попробуйте. 10 дней теста предоставляет компания. Конечно, вам известна эта информация, но тем не менее я вам еще и покажу ее. И у меня к вам большая просьба. Пожалуйста, напишите на вебинар-марке Собака Яндекс.Ру ваше мнение по поводу совещаний в форме вебинаров. Не отзыв о моем вебинаре, это тоже будет приятно. Вот. И одновременно вот ваш опыт и ваше видение. Потому что нужно расшатывать эту ситуацию. Очень мало кто применяет вообще вебинары как форму совещаний, как форму проведения совещаний. А если пытаются применять, что говорят, ой, это очень сложно, это невозможно, и на этом бросают. Я сейчас вот не могу сказать, что только этим занимаюсь, но я пытаюсь выработать какие-то стандарты, которые помогут внедрить и эффективно использовать вот этот вот ресурс. Большое вам спасибо за участие. До новых встреч. Я хочу вас пригласить еще на 8 октября на вебинар-экскурсию. То есть это будет совершенно в другой форме проходить вебинар. Этот вебинар уже будет, ну, скажем так, отдыхательно-развлекательный, с элементами маркетинга. Там будет скрытая и не очень скрытая реклама. С этим тоже стоит познакомиться, особенно тем, кто имеет кафе, туристические компании, какие-либо еще мероприятия проводит открытые. Пожалуйста, приходите. Во всяком случае, я старалась и с большим интересом буду эту экскурсию проводить. А также читайте наш журнал и приобщайтесь еще к сайту вебинар-маркет, где скоро у меня будет презентация новых курсов, в том числе и менеджер по вебинарам. Это новый курс, который, я думаю, что мы вместе с компанией Мерополис как-то это сделаем так, чтобы у нас менеджеры были замечательные. Спасибо большое. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok